Привет! Если вы готовы отправиться в новый крутой видеоролик, то прямо сейчас нажимайте на лайк и погнали! Нас вообще Натаха балует. Да, вот такая красота. Оладушное утро. Оладушное утро, да. Именно так его и назовем. Да, какие воздушные, красивые. Как будто к бабушке в деревне приехал. Наташка бабуля. В общем, как вы поняли, мы сейчас завтракаем плотно, много и выезжаем в путешествие. Как вы поняли, мы приехали сюда вот с ребятами. Настен, как и планировали, оставили там. С детьми с утра с Настенькой мы приготовили рассольник, чтобы был обед и чтобы был обед, когда мы приедем. Потому что дорога сейчас туда, сейчас обратно. Плюс еще нам придется сейчас пройти сколько-то километров до маяка. А все почему? Потому что на въезде висит вот такая вот табличка. Если вкратце, то здесь написано, что с 15-го числа какого-то месяца по 31 октября 2022 года въезд в лесную полосу сюда на машине запрещен. Ну то есть, если бы мы пошли чуть позже, то спокойно можно было бы заехать и скорее всего даже доехать до маяка. Сейчас посмотрим, сколько километров нам идти пешком. Судя по карте, нам идти, точнее ехать 2,4 километра, но это до этой точки. Я предполагаю, что километра три, а дальше будут красивые виды на острова и здесь будет маяк. Мы вот идем и первый вид нереальный. Вода какая-то синяя-синяя изумрудная, если можно так назвать. Ну и красные скалы, это вообще топ. Вон там бухта, пляж, яхточка. Здесь есть тропа, вон Влад нашел тропу. Здесь можно спуститься и искупаться в этом чуде. Нифига себе, тропа. Это не тропа. Тропища. Это кубарем, слушай. Да. Вот еще чуть повыше поднялись. Здесь вид уже гораздо лучше. Какая там глубина. И вот эта бухта, она просто завораживает. Вон там, на самом-самом краю люди стоят. И мы думаем о том, чтобы дойти вот так вот через этот лес, потом дальше скалы, дойти до самого конца и, возможно, там нырнуть. Но у нас в приоритете все-таки маяк и виды, которые там открываются. Идем и просто ржем. Посмотрите. Да, но мы не заехали, потому что эта тапличка пугающая висит. Законы в Турции в этом плане строгие, в плане костров здесь ездит, постоянно вот эта природная охрана. И, конечно, влипнуть неохота. Но Блад все-таки пошел до машины, чтобы сюда ее загнать. Есть ли смысл, не знаю. А знаете еще, что я думаю? Мне вот эта вся природа, вот эти скалы, вот этот идеальнейший цвет моря, сосны из скал, мне очень напоминает природу любимого Геленджика. Ну, сами посмотрите, вот эти сосны, они здесь, конечно, другого цвета, скалы тоже другого цвета, да и море, в принципе, другого цвета, но в целом, ух, вот так вот просто на краю гладь. Там, где сегодня мы стоим, в том кемпинге, где сегодня море там штормит, а здесь даже намека нету. Сейчас покажу вам еще виды невероятные. Смотрите, да, посмотрите, какая красота. Ну что, давайте, я вам покажу. Страшно, конечно. Да, вот это красоты. Там ходят катера, кстати, вот раз, лодка стоит, вот два, вот про вот этот конец, я вам говорил, где стоят люди. Так, идти нам куда-то еще дальше, дальше, дальше по тропе. Класс. Ну, здесь, конечно, можно еще поэкстремалить, типа, вот сюда, подойти на край. А в целом, если пробраться сюда по скалам, сесть и сделать клевую фотку. Переды наикрутейшие. Опа. Класс. Ха-ха. Она над нами, еще выше горы. Мы свернули вот с этой основной дороги, назовем ее автомобильной, на маленькую тропу, вот такая узенькая-узенькая. Именно она ведет к маяку, ну, по крайней мере, должна. Ну, и здесь встретили ребята уже русскоязычных. Они нам сказали, да, вы идете правильно, идем сюда. Нам навстречу даже идут люди. Здесь, кстати, и проходит тоже Ликийская тропа. Здесь, кстати, даже есть разметка на деревьях. Красная-белая, чтоб не заблудиться. А еще все нормальные люди идут с водой. Мы затупили и не заехали в магазин, не купили воду. Поэтому идем без воды. Надеюсь, мы справимся. Кайф этой тропы в том, что она находится в тенечке. Все спасибо этим соснам, которые вот так вот над нами все накрывают. Красота. Потому что первая часть тропы была вся на солнце. А еще, на самом деле, по этой тропе можно спокойно двигаться. Даже с нашей коляской пока вот прям норм. Посмотрите, посмотрите, какие крутые виды здесь открываются. Мы стоим вот так в уровень с вершинками сосен. Там высоченные-высоченные горы. Вот они, видите? Там еще, кстати, нет снега. Я думаю, что там высота где-то 2300-2400, наверное, этих гор. Бухта. Вот они, города. Вот это вот, я так понимаю, судя по объему, это кулука. Где-то там дальше финики. Собственно, куда нам тоже надо доехать. Ай, невероятно. Как же мы любим природу. Особенно вот такую, знаете, нетронутую. И вот в Турции таких мест огромное количество, где ничего не застроено. Где даже вот идем на маяк. Казалось бы, это в принципе, ну так, плюс-минус туристическое место. Вообще, как я слышал, считается, что это самая красивая смотровая в Анталийском районе. Возможно, это не так. Кстати, вот указательно здесь есть Геледония Фенерия. Лачхаус. Не знаю, может, какой-то там домик расположен. А может, это и есть как бы то, что маяки, там какие-то постройки. И вот здесь даже тропы вот эти вот, да, на туристических маршрутах, они не оборудованы. То есть мы идем, справа у нас обрыв, слева у нас может возникнуть камнепад, не дай бог, конечно. Вот так вот падают просто деревья. И, собственно, ты идешь и наслаждаешься. И, конечно, это хорошо. И виды, и просто какие виды. Там вообще в скале какая-то пещера, что ли, не пойму. Ай, кайф. А мне вот интересно, среди наших зрителей есть те, кто ходил к этому маяку. Напишите, пожалуйста, ваши эмоции. Очень интересно будет почитать. Спустя километра, наверное, полтора. А может, и два. Здесь есть вот такая приколюха. Опа. Это лавочка. Кому-то она очень поможет, кто будет сюда идти. А самый кайф этой лавочки, это вид. Вид на Средиземочку. А там вдалеке, вдалеке виднеются горы. Можно отдохнуть. Ну что вы, старички, садитесь, себя подвинуть. Сюда, Амплис. Ну, спасибо. Перекрестный огонь. Да. Пойдемте. Пойдемте. У нас начался подъем. Мы прям стали подниматься по как раз красным скалам. Здесь такая порода еще интересная, знаете, сырная. Вот этих вот всех камней. Как будто бы, ну, видите, в дырках все. Здесь поближе. Не знаю, то ли это вулкан, то ли бывшее дно Мирового океана. Ну, это и не важно. Правда, виды. Но я так чувствую, что нам просто сейчас зайти за вот этот холм. И там уже будет петр, ради которого мы идем. Вот здесь, кстати, гораздо лучше видно вот эту красную породу. Видя, она прям красная. От нее даже корни все красные. И самое что интересно, что скалы вдоль моря, они тоже имеют такой цвет. Вообще кусок асфальта. Как он здесь оказался? Здесь, кстати, растут очень красивые цветочки. Я, правда, не знаю, что здесь за цветы. Вообще, рвать, конечно, нежелательно, потому что куча-куча всего ядовитого. О, нам встретились люди. Вот, кстати, как раз начал говорить про растения. Здесь вот есть таблички. Видимо, что растет, что-то опасно, что-то не опасно. Если сильны, переводите. Но в целом я понимаю, что это растение национального парка. Рвать точно ничего нельзя. Я решил пробраться здесь по камням. Ух ты, чуть не упал. Потому что здесь открываются очень, очень крутые виды. И мы с вами это точно должны увидеть. Камни вот эти вроде сделаны. Ну, так, знаете, смотришь на них, нормально держатся. Я вот наступил на один, и просто у меня ноги уехали. Так. То ли ноги уже просто не идут. Ой, ребята, а что вы сейчас увидите? Вы себе не представляете. Если вы готовы, один, два, три. Вот они, острова. Ой, какая красота. Как же я мечтал сюда прийти, и я пришел. Это крупные острова. А вот здесь вот, видите, остров поменьше. Так маленький-маленький. Я думаю, что здесь, если по камням двигаться, можно прямо до моря-то и спуститься. Но, опять-таки, эти камни, они очень острые. Если на них упасть, мало не покажется. Здесь можно находиться вечно. Здесь можно просто вот так вот встать. И залипнуть. Здесь, кстати, на самом деле люди и сидят. А еще я вижу, что можно забраться по скалам. Вот сюда, вот выше. И здесь будет открываться вид еще круче. Дальше у нас снова подъем. И, судя по карте, перепад высоты почти 90 метров. Нехило. Учитывая, что мы достаточное количество уже в высоту прошли. Просто перед нами красная дорога и скал. Не знаю, передаст ли камера, насколько мы высоко. Но мы реально высоко. Полпути на машине. Полпути ногами. Вот посмотрите. Здесь такая вот смотровая площадка. И вы поймете сейчас, как мы высоко. Мы просто стоим на вершине леса. Острова. Бухты, города. Горы высоченные. Красотища. Круговая. Я не знаю, каждый метр, каждый сантиметр здесь настолько красивый, настолько глаз начинает наедаться этим видом, что просто... Кстати, у нас тут вот еще одна скамейка. Ой, эти виды, виды, виды. Нам осталось совсем-совсем чуть-чуть до маяка. Буквально пару поворотов. А я хочу вам показать по поводу животных. Еще одна, да, такая табличка. Белки, горные козлы. Это кто-то непонятный мне. И, конечно же, черепахи. Черепах здесь действительно много в Турции, в Средиземном море. Они плавают, они большие. Их можно даже встретить. И, конечно, увидеть черепаху в море я очень бы хотел. Вы представляете, я вот иду, я только камеру отключил, иду, такой смотрю вперед. Передо мной стоит огромная сосна. И смотрите, я вот вам покажу. Я вот так вот иду, вот передо мной вот эта высоченная сосна, толстая. Я такой, на ногу такой переваливаю, смотрите. Ааа, и там красавец. И там тот красавец, ради которого мы и идем. Маяк. Шикарные виды на эти острова сейчас будут открываться. Ой, вы сейчас просто очумеете. Да и я, естественно, тоже очумею. Гляньте, что творится справа. Вот это да. Вот это красоты. Ничего подобного не видел. Маяк. Здесь даже есть вот такая вот, как ее назвать-то, терраска, на которую можно сесть, попечать и стать приличным людей. Ну, видимо, липолякики ходят туда-сюда. И вот он вид. Вид, ради которого мы шли. Ой, как много туристов. Слушайте, ничего себе. Ничего себе. Это, кстати, турки все. Здесь даже есть какое-то разрушенное здание. Можно просто посидеть там, отдохнуть. Как их много. Да, турки тоже путешествуют. Все, здесь просто камни. Получается, можно дальше двигаться по Ликийской тропе. И даже, на самом деле, дойти до места, где мы сейчас стоим вообще спокойно. Но самый кайф, конечно, это, да, это встретиться с маяком. Вот, кстати, здесь написано Андросан, 12 километров. Север террасы, 50 метров. Северная терраса, что ли, не пойму. Пойдем попробуем дойти. Вот с таким видом будем идти. Да, там очень много голосов. Видимо, там тоже есть какие-то виды. Вау. И здесь они тоже есть. Смотрите. Там, вон, видите, какой остров? Мыс, точнее, вытягивается в море. Какая красота! Слушай, здесь ходи-ходи, и все, и не переходишь. Так, ну мы будем с вами не мы, если мы не посмотрим на эту скалу. На этот скальный остров, точнее, вот так его можно назвать. О, вот здесь мы, по крайней мере, одни. Здесь как-то мы в одиночестве можно понаслаждаться. Там что-то слишком много людей, на самом деле. А вот с этого ракурса даже непонятно, что вот это первый и второй, это отдельные острова от того. Маленький остров и, собственно, остров. Вот он, длинный-длинный, скальный. Обалденно. Как вам? Как вам эти виды? Невероятно, невероятно. Вот почему мы в том году, когда приехали сюда без машины, мы понимали, что нет, Турцию надо путешествовать именно на машине, потому что так очень много мест становятся доступными. А еще, когда мы были первый раз здесь в Турции, в отелях, я смотрел на эти горы, на эти бухты и понимал, что нет, Турция, это не про отели. Ну, в какой-то части, да, тоже про отели. Обязательно стоит это попробовать. Но если мы говорим про путешествия, это только автомобили и вот такие места. Вот, кстати, информация про эти острова. Единственное, что, конечно, жаль, что все на английском, но я сфотографирую, потом почитаю. Маяк. Вот они, эти острова. И вот здесь вот видите, какие классные можно делать фотографии. И, собственно, вот она северная терраса, на которую как раз можно сесть и позалипать вот с таким шикарным видом. Ну, собственно, как вы поняли, я нашел просто самое топовое место, на котором открываются очень-очень крутые виды. это именно вот эта северная терраса. Да, что-то все сделано красиво. Класс. Ребята, правда, остались что-то внизу, они, видимо, не поняли, что сюда надо подниматься. Надо их позвать. Я хочу подняться еще чуть выше для того, чтобы нам открылись еще с вами виды. И еще более масштабные, такие прям... Надеюсь, получится. Какая-то просто невероятная красота, ребята. Когда видишь остров, то в голове происходит что-то... Что-то такое, что ты прям смотришь на него и такой... Вау! Вот это да! И здесь именно так и происходит. Но у тебя еще есть маяк. Мы стоим наверху. Там внизу даже не представляю, насколько они ниже нас. И мы этим наслаждаемся. И как я рад, что у меня есть такая возможность вам это тоже показать. Вот здесь, собственно, вся информация по маяку. Здесь, значит, по-турецки и по-английски все это дело написано. Прямо под маяком. Вот так вот будет видно. Гораздо лучше, правда, наверное, закругленно. Но тем не менее. Да, походим. Опа, здесь такой скальный выступ. Эй, ветер, ветер, тише. Не надо так сильно дуть. Будем держаться вот так вот за сосну. Опа! Ух ты! Если упасть, мало не покажется, потому что... Потому что они очень и очень острые. Опа! Вот такой вид. Я хочу подойти прямо к самому краю, где стоит, я не знаю, что это, антенна или не антенна. Пойдемте вместе с вами сейчас попробуем туда дойти. Изучим, так сказать, каждый-каждый сантиметр этого прекрасного места. Вот видите, просто здесь какая-то труба, я не знаю, что это такое. И дальше уже обрывы. Ну и по-прежнему, по-прежнему эти скалы и острова. Красотища. И подушка такая... Я вам показывал скальный остров, такой длинный, да, с одной точки. Вот я сюда дошел. Посмотрите, как он выглядит с этой точки. Посмотрите, какая пушечка! Просто невероятная! А там еще, знаете, вокруг него цвет моря. Вот другой, вот не такой синий насыщенный, а такой даже не бирюзовый, а вот непонятный. В Турции. Ух ты! Посмотрите, над теми большими вершинами появились облака. Видимо, там непогодка. Хотя у нас даже и нет мысли, что будет какая-то непогодка. Редактор субтитров А.Семкин. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну давай Как вы тут? Нормально живём Живёте? Папа! Привет! Очень сильно голодные Чё там Мироша кричит? Папа увидел Тоже бежит К папе Привет! Здравствуйте! Молодец! Одевайся, они справляются Мы такие голодные Я сходил в душ Мы поставили рассольный Греция И так хотим кушать, но мы его перегрели Поэтому даже вентиляторы наши не спасают Чтобы это быстро растудить Живём просто хлеб Молодец 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 Нормально живём Присажём Молодец Молодец Продолжение следует...